здравствуйте мои хорошие мои любимые первому каллит друзья сегодня у нас на повязке с вами опять ужин бесконечный бесконечный ужин сегодня мы будем с вами делать нечто очень простой очень быстро и очень вкусно и рецепт это эстонский и очень простой и называется он пряный пирог с паприкой и фаршем давайте делать а набор продуктов предельно простой нам нужно с вами слоеное полуслоеное тесто готовое не самодельное даже готовые 2 паприки можно разного цвета будет еще красивее 2 луковицы 3-4 помидора вот у меня три 150 100 грамм сыра нам надо будет с вами натереть я взяла вот такой копченый и на можжевельники и обычный голландский оба эстонские сыры сыры и приправы как будто здесь для свинины здесь просто смотрю состав неплохой и такое как для салата в общем здесь подойдет у соль перец тоже можно нужно и фарш еще нам понадобится фарш ну грамм 300 400 вот у меня пачка 450 я его сразу туда весь и положу в общем то это все в общем все очень просто и конечно нам нужно форму для запекания возьму силиконовая первым делом мы берем наше тесто я выкладываю это все в силиконовую форму и отправляем ненадолго на холод вот я прямо так это тесто сюда форму положила и даже не раскатывала его потому что она уже здесь в пачке нарезана такими пластинами совершенно не толстыми так что нам с вами здесь особо даже раскатывать не нужно потому что вот все-таки у пирог будет такой начинки будет много здесь и чтобы он это тесто держала так и сейчас немножко еще вот бортики поставим тоже здесь вырежем прямо из теста бортики вот прям так только слоеное тесто надо разрезать очень очень острым ножом начало плохо поднимается сплющивается так вот крем аккуратненько а так в общем и целом это очень быстрый ужин кстати этот пирог отличный и в холодном и в горячем виде но делать его буквально несколько минут так вот у меня всегда-всегда в морозилке есть такое тесто просто формирую здесь по чуть-чуть эти края всегда есть такое тесто потому что раз и у вас очень быстро пирог в кармане хотят духовке так все теперь мы эту форму эту форму убираем пока на холод и будем заниматься начинкой сломы пока наше тесто остывает мы займемся нашей начинкой значит паприку желательно чтобы она была двух цветов моем очищаем от этих белых пленочек от семечек и нарезаем полукольцами все это вырезаем и будем нарезать полукольцами луковицы луковицы нарезаем тоже полукольцами этот пирог я готовила много раз он мне очень нравится эстонский рецепт я даже не помню откуда я его взяла раньше в магазине сельвер лежали в свободном доступе разные разные рецепты когда заходите в магазин прямо там на стойке можно было брать листик и в этом листике каждую неделю был новый рецепт отдельно продавались книги и книги а корочки папки скоросшивателя в такой тематической тематическом исполнении про кухню и вот эти рецепты можно было брать и очень много времени до долгая промежуток времени вот это они выпускали эти рецепты эстонские рецепты я их все собирал у меня была эта книжечка и есть по сей день я вот этот рецепт эстонский именно туда вот папа при по у меня она такая чуть-чуть виловатая поэтому я ее в салат уже не хочу а вот в пироге она будет очень даже но вот смотрите знаете как запахло хорошо запахло хорошо свежий паприка паприка вообще очень хорошо пахнет прекрасно на и бутербродики на салатике чистим от всего этот пленочек всего желательно конечно все таки двух цветов тогда будет по ярче и красивее очень хорошо смотрится желтенький красный желтый зеленый со всяким с разными делал но этот пирог знаете на один укус в общем этим я никого уже не удивлю у нас все как-то очень быстро уходит но он действительно очень вкусный потому что там видим вот это вот тесто все как-то это 1 1 разрезали по пару кусков и пирога нет вот смотрите нарезали значит мы с вами нашу паприку теперь такими как полукольцами ничего толсто врезать не надо но и здесь особо филигран на кожу ну вот такими полу колечками нарезаем и буковички ставим уже разогреваться сковородку сейчас мы все это будем обжаривать вот такие полукольцами нарезан лук отдельную кастрюльку я ставлю маленькую здесь мы будем сейчас сами бланшировать помидоры 3-4 штуки а на сковороде первым делом мы обжариваем на растительном масле фарш весь фарш на сковородку утром 350-400 вполне достаточно сейчас мы его обжарим когда он потеряет красный цвет станет серым и добавим сюда нарезанную паприку нарезанную лук фарш ну примерно чуть-чуть до потерял свой цвет мы сюда добавляем нарезанный паприку с луком все перемешиваем оставляем тушить и сейчас будем заниматься нашими помидорами сковородку желательно взять большую такую широкую как сказать смотрите как красиво да пахнет вкусно помидоры отправляю в горячую в кипящую воду на несколько секунд и будем снимать с них шкурку бланшируем помидорчики потому что шкурку это конечно не делаем когда попадается это неприятно поэтому бланшируем нарезаем ломтиками и отправляем к нашим тушеным овощам и к мясу но середку я конечно тоже всегда вынимаю это неприятно если это попадается в виде все на достаточно интенсивном огне пока тушится вот такими ломтиками также со всеми остальными помидорчиками выступаем тоже режем на полукольца середку удаляем и тоже на ломтики получается как полукольца а здесь пока все интенсивно и интенсивно жарится парится теперь и наши нарезанные помидоры мы тоже отправляем нашим овощам и без крышки на достаточно сначала в интенсивном огне все это немножечко жарим тушь смотрите какое красивое яркое овощное шикарно пахнущее блюдо у нас получается а главное что это очень быстро очень а бит на миллион будет обещаю вам вот клянусь на миллион так и теперь это тушится несколько минут теперь мы уменьшаем огонь и немножечко минут 10 под крышкой у нас с вами эта смесь потушится минут через 15 крышку открываем прибавляем огня солим добавляем наши приправы можно бы сюда наверное прованских трав немножко добавить соль чуть-чуть перчика и на достаточно большом огне ждем пока выпарится у нас жидкость вот она здесь немножко осталась эта жидкость пусть выпаривается до прованские травы сюда самый топ немного соли можно ароматной соли чуть-чуть перца без черного перца ой как сразу запаху как только перец черный и вот теперь оставляем пусть наша жидкость вся выпарится вообще эту начинку можно в принципе приготовить даже с вечера тесто можно положить форму и убрать холодильник тоже с вечера с работы пришли начинку тесто форму и в духовку и сразу вообще пока руки моете переодеваетесь у вас уже пирог готов начинка наша выпарилась принципе готова плиту выключаем и даем а начинки полностью остыть пока начинка остывает я уже натираю сыр здесь у меня натертый сыр из оба эстонские показывала этот с запахом и привкусом можжевельника чуть-чуть копченый вот а этот обычный голландский сыр вот этот уже натерт у меня и ждет когда станет наша начинка ну вот время прошло начинка наша остыла я достаю форму и всю нашу начинку остывшую перекладываю вот в это тесто духовку разогреваем на 175 градусов и выпекать будем в нижней части духовки разровняем все посыпем сыром вот и все и наш пирог отправляется в духовку все предельно просто проще просто некуда так теперь я посыпаю копченым сыром на можжевельнике знаете какой у него запах так и теперь обычным обычным голландским сверху и в разогретую духовку отправляем до готовности не знаю минут может быть 20-30 вот и все смотрите как красиво аппетитно отправляем все отправляется наш пирожок в нижнюю часть духовки говорил уже вроде ну почти почти на смотрите какой красавец какой красавец и быстро то и тесто ой тесто румяное ну наверное можно внимать вынула нашего к голубчика красавчика ну смотрите как быстро и какая красота какое тесто мой ну просто объедение давайте резать молока налить вот вам и ужин очень быстрый и какой вкусный и говорил вам бит на миллион правильно с молоком такое положить муж придет скажет боже мой ты тут бедненькая пекла весь день ну давайте резать 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 разрезать смотреть пробовать что у нас с вами вышло мой как пахнет его знаете с молоком горяченький пахнет пирогами так как будто я не знаю что мы здесь с вами пекли знаете прямо на всю квартиру все эти ингредиенты оставлю в описании хотя здесь в общем то ничего никаких секретов и никаких изысков нет все просто предельно боже мой какая красота смотреть вот так ну разве не красота давайте пробовать вилочкой его вилочка есть боже мой это нереально вкусно пирог настоящий пирог знаете очень очень сочный сейчас покажу вам по поближе смотрите как он весь прямо сочный сочный невероятно вкусно мои дорогие вот попробуйте серьезно очень быстро и безумно вкусно еще и со слоеным тестом вообще всем приятного аппетита подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайки не забывайте делайте репосты всего самого светлого самого доброго и и удивите таким простым ужином ваших родных близких или побалуйте себя любимым всем пока пока до завтра пока